специалиста который с вами связывался еще раз подождите благослышно имя специалиста вы помните который с вами связывался ой да нет не помните хорошо выясним смотрите какая сейчас ситуация у вас тогда хотели произвести списание вот мы отменили его вот по отменяли все операции скажите вам объяснили кто хотел у вас произвести это списание до назвала по моему она имя фамилию а вам говорили что замешан сотрудник банка в этом я не помню честно говоря по моему нет хорошо смотрите олег у вас хотели списать денежные средства не с вашей карты вот а именно с единого лицевого счета это внутрибанковский счет и доступ к нему имеют только сотрудники банка поскольку вы не совершали поскольку вы тогда не подавали заявку на замену номера и не проводили никаких денежных переводов у нас тогда на данный момент были подозрения полагать что эти операции совершать кто-то из работников отделения к сожалению в каком отделении находится этот человек мы пока не выяснили вот возможно человек находится в том отделении где вы чаще всего обслуживаете вот мы будем выяснять вот поэтому вас и пока не пригласили в отделение поскольку ну если вы придете и будем выяснять какие-то там вот вопросы этот человек возможно находится в этом отделении он просто простыми словами ляжет на дно просто и мы его не поймаем вот смотрите на данный момент этот человек опять пытается совершить неправомерные действия пользуются своим служебным положением скажите вы подавали заявку на потребительский кредит нет ничего не подавал не подавали нам финансовый отдел предоставил информацию нашу службу безопасности то что на вас оформлен потребительский кредит вот он уже одобрен вот он просто на стадии зачисления то есть этот кредит ждет карту на которую будут перечисляться денежные средства скажите вы ранее оформляли кредиты в нашем банке давая была давно уже кредитная карта у нас давно закрыта погашена но закрыта скажите с каким лимитом а выдавалась эта карта 40 тысяч 40 тысяч вы ее погасили да да она уже я ее погасил и закрыл скажите задолженности не было никакой у вас на на момент вот погашение да я же говорю я и закрыл потому что все погасил и смотрите нет я понял я к чему веду смотрите на вас оформлен сейчас потребительский кредит на конечно же его также вот аннулируем просто мы хотим выяснить были ли у вас задолженности возможно возможно ли зачисление на карту этого потребительского кредита если у вас были когда-либо задолженности то вам автоматически уже наша система защиты не в этот этот кредит вот у вас были когда-либо задолженно нет я говорю у меня была один раз карта она полностью погасила меня кредиты предлагают постоянно сбербанка то есть это это настойчивое предложение со стороны сбербанка поступают вам смс уведомления поступают или звонят именно сотрудники кредитного отдела нет смс я понял скажите у вас вы работаете вообще официально сейчас данный момент по трудовому договору по договору вот то есть у вас зарплатного проекта в нашем банке не имеется нет у меня как бы ну мне перечисляют это просто дебетовая карта у меня на нее мне приходят деньги зарплата зарплатная карта да вот хорошо зарплатный проект имеется сейчас секундочку я хожу это в заявке это простые формальности хорошо кредитов не имеется задолженности также хорошо на данный момент чтобы решить эту проблему вот чтобы вам кредит не был одобрен это нужно аннулировать мне необходимо перевести вас на старшего сотрудника безопасности вот он уже решит эту проблему вот хорошо оставайтесь на линии это займет буквально не более минуты хорошо и разрываем да хорошо да 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 Продолжение следует... Есть какие-то вопросы ко мне, как к младшему специалисту? Да, вроде нет. Спасибо, что позвонили. Скажите, вам... Это наша работа, мы вынуждены реагировать на такие неправомерные ситуации. Просто замешан сотрудник банка. Ситуация немного нестандартная. Этот человек находится в структуре банка, пользуется своим служебным положением, поэтому реагировать необходимо в экстренном порядке. Вот. Списание происходило у вас из какой-либо из ваших карт, а именно с единого лицевого счета, а доступ к ним имеют только сотрудники банка. Поэтому будет внутрибанковское расследование, будем выяснять, по какой причине совершаются такие операции. Хорошо. Также оставайтесь на линии, связь не разрывайте. И в течение 30 секунд с вами сейчас свяжется наш старший ступолист. Хорошо. Олег, здравствуйте. Да, да. Здравствуйте. С службы безопасности Сбербанка. Меня зовут Попова Анна Вячеславовна. Очень приятно. Уважаемый клиент, хочу вас изначально проинформировать о том, что наш с вами разговор будет записан, а также передан правоохранительные органы. Также всю информацию, которую вам ранее предоставляли сотрудники технического отдела нашего банка, а также в последующем буду предоставлять я, как сотрудник, выбора в опасности на момент внутрибанковского расследования является конфиденциальной. То есть третьим лицам мы информацию не предоставляем, таким как знакомым, друзьям, родственникам, коллегам. Третьи лица для банка сейчас на данный момент не доступны. Также сейчас информироваться о том, да, что имеется соответствие 83-й РФ по неразглашению налоговой коммерческой банковской тайны третьим лицам. Вы слышите меня, уважаемый клиент? Алло. Вы меня слышите? Да, да, что-то пропало все. Сейчас на данный момент показана камливая заявка, которую мне предоставили. Уточните, вам доступны проекты, по неразгленивали, которые вы сполкнули? Ну да, в принципе, все. Он понятно мне объяснил, что случилось. То есть у вас была зафиксирована замена вашего контактного номера телефона. Вы ранее оставляли в банке для СМС информирования, а также обратной связи с вами. Данный номер заменили на сторонние, с окончания 83-70. Также следом за ним была осуществлена попытка перевода денежных средств вашего единого лицевого расчета, по-разному за 6 тысяч рублей на получательный титул. Яна Борисовна, вы данных действий не производили, верно? Нет, я объяснил, я сегодня не производил, я сегодня не делал. Хорошо, сейчас также на данный момент, уточните, вам доступно объяснили, что такое ваш единый лицевой счет, откуда производилась попытка вписания денежных средств? Алло. Вам доступно объяснили, что такое единый лицевой счет? Ну, он мне сказал, что это внутрибанковский счет. То есть, там, со всей карты, типа, на нем или как-то, в общем, типа того. Единый лицевой счет – это ваш единый, внутрибанковский счет, к которому присоединены все ваши банковские продукты во всех банковских структурах, какие-то ваши дебетовые карты, кредитные карты, вклады, накопительные счета, бонусы накопления, сберегательные, расчетные, а также номинальные счета, и все таковые имеют. Какой данный лицевой счет предоставлялся вам Центробанком под ваши индивидуальные паспортные данные, когда вы впервые становились клиентом какого-либо банка. Он принадлежит для проведения внутрибанковских операций, внутрибанковской системы, доступ к которому имеется только у сотрудников банка. Это как у операторов контактного центра, так и у сотрудников местных отделений. Сейчас на данный момент уточните. В отделении нашего банка когда в последний раз обслуживались? Обслуживался? В смысле? Ну, грубо говоря, заходил вообще или как там что-то делать? Да, обслуживались в отделении банка с помощью сотрудника. Наверное, вот я карту получал, это было год назад. При получении карты, верно? Да. Карта вам была выдана в конверте в запечатанном виде? Да нет, мне ее при мне, активировали ее, в онлайн-банке она строил. Ну, естественно, что... Ну, простите. При мне ее все мы открыли, при мне она настроила онлайн-банк. Не помню, может, она в конверте была, но я ее держал в руках уже при сотруднике. Она мне помогала Сбербанк онлайн настроить. Вам помогали настроить Сбербанк онлайн, верно? Да, да. Данные сотрудника отделения банка наблюдал, когда вы вводили? Что еще раз? Данные для входа сотрудник банка видел, когда вы входили в Сбербанк онлайн? Ну, я даже сейчас как-то не вспомню этого. Ну, я сидел к ней лицом, вряд ли она могла сама видеть. Хорошо, я вот слышал, что объяснили, для чего запрашивая данную информацию, вы, что в жизни столкнулись с мошенническими действиями со стороны сотрудника у банка. В Сбербанк онлайн-банк, пользуясь своим служебным положением, пытался производить мошеннические действия по отношению к вам без вашего ведома от вашего имени. Сейчас также у меня в заявке отображается информация касательно потребительского кредита от вашего имени. Уточните, данную заявку вы самостоятельно подавали? Да нет, нет, я ничего не подавал. Вы не подавали данную заявку в личном кабинете Сбербанк онлайн? Нет, нет, я объяснял уже специалистично. Хорошо, в таком случае я подаю информацию финансовая отдела, что данная заявка была подана мошенническим путем. Сейчас буквально пару минут вашего времени. Уточните также, у вас имеются потребительские кредиты в какой-либо банковской структуре, и, возможно, микрофинансовых структурах также? Нет, не имеется. Не имеется. Хорошо, сейчас также надо на момент уважаемый клиент информировать о том, что я подаю запрос правоохранительным органам согласно статье 159, части 2, части 3 УКРФ, о неразглашении налогов и коммерческой банков Китайной и третьим лицом. То есть, с вами будут обязаны связаться с правоохранительным органом, чтобы вас также проинформироваться касательно ситуации, с которой вы столкнулись, поскольку ситуация экстренная, мошеннические действия производятся со стороны сотрудника у банка. Это вы понимаете? Ну да, понял. Сейчас, на данный момент, также информироваться о том, что мы с вами будем обязаны произвести аннуляцию заявки. То есть, поскольку я сейчас несу материальную уголовную информацию за вашу финансовую безопасность, нужно выполнить аннуляцию заявки, то есть страховые действия, для того, чтобы вас полностью финансово обезопасить. Аннуляция заявки производится путем дубликата. То есть, нам нужно выполнить дубликат данной заявки в вашем личном кабинете Сбербанк-Оглайн. То есть, создать такую же заявку, которую ранее формировали при делице, но местом зачисления денежных средств мы выберем вашу карту. Когда в систему подаются две одинаковые заявки на кредит, но с разными реквизитами зачисления, то первая заявка удаляется из системы, а вторая остается. Таким образом, мы удалим ту заявку, которую ранее подавали при делице. Это вы понимаете, уважаемый Крин? Ну, примерно, примерно вроде. Понял? То есть, объяснил, заявка была подана следующим образом, да, от мошенников. То есть, если вы не подтверждаете данную заявку, я информирую, что заявка была подана непосредственно на потребительский кредит от вашего имени без вашего ведома. То есть, мошенники выполнили дубликат вашего личного кабинета Сбербанк-Оглайн и подали заявку на потребительский кредит с условием зачисления денежных средств на карту постороннего банка. То есть, данная заявка уже была предварительно одобрена и ожидая зачисления денежных средств на карту третьих лиц. Поэтому, аннулировать данную заявку мы можем только путем дубликата. То есть, выполнить такую же заявку в вашем личном кабинете Сбербанк-Оглайн, но условием зачисления денежных средств мы выбираем вашу карту. Таким способом мы удаляем ту заявку, которую ранее подавали третьи лица. Это вы понимаете, уважаемый клиент? Да, я понял. Просто я недалеко от Сбербанка, может, туда мне зайти лучше, нет? Сейчас, к сожалению, ваше местное отделение некомпетентно в данных вопросах, поскольку факт мошеннических действий дофиксирован со стороны сотрудников банка. Вы в последующем, в последующем отделение банка, да, по окончанию всей процедуры, когда мне финансовый отдел предоставят разрешение, да, поскольку все сотрудники банка будут проходить переассетацию, а также проверку полиграфом. Поскольку именно сотрудники банка выполняли мошеннические действия по отношению к вам. А в последующем, по окончанию всей процедуры, да, когда мы выполним дубликат данной заявки, финансовый отдел предоставит мне либо же отделение банка, либо же банкомат, в котором мы произведем закрытие данного кредита. После чего, да, когда мы произведем закрытие кредита, вы будете приглашены в течение недели в отделение банка для подписания полного потета документов о страховании, а также о замене лицевого счета и закрытие потребительского кредита. То есть, а также информироваться о том, что вам предоставляется абсолютно бесплатно по факту мошеннических действий страховые санкции от нашего банка. Угу. Сейчас у вас имеется возможность войти в кабинет Сбербанк Онлайн? Ну, так, в принципе, да. Будьте добры, войдите в Сбербанк Онлайн, я вас проинформирую о дальнейших действиях. То есть, мы выполняем дубликат заявки, сегодняшним днем я подаю на апелляцию, да, и данная заявка не будет отображаться как в кредитной истории. То есть, мы выполняем платформально для того, чтобы вы в последующем не выплачивали денежные средства за третьих лиц, которые входит в заявку от вашего имени без вашего ведома. Поэтому сейчас входите в режиме разговоров Сбербанк Онлайн. Как только войдете, меня проинформируют, я вас проинформирую касательно дальнейших действий, хорошо? Сейчас. Не отключаться, да? Да, связь не перерываем. Подождите, я на громкую связь включу. Хорошо, также напоминаю, касательно политики конфиденциальности, то есть, информацию третьим лицам мы не разглашаем. То есть, я как сотрудник службы безопасности являюсь первым лицом. Вы, как клиент банка, являетесь вторым. Все остальные, ваши знакомые, друзья, родственники, коллеги, для банка являются третьими лицами, которыми мы не имеем права разглашать информацию. Понимаете? Ну да, понял я. Сейчас, секунду, открою. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok У вас под вкладкой вклады и счета имеется вкладка кредиты. Далее у вас отображается на экране рассчитатель для кредит. Далее у вас имеется рассчитать кредитный потенциал. Субтитры сделал DimaTorzok Так, секунду. Алло. Да. Так, ну тут такого нет, тут по-другому у меня написано. Так, кредитный потенциал имеется, написано, указано? Нет, тут по-другому написано, тут кредитный потенциал. Хорошо. Перечень того, что у вас указано, уточните. Тут написано, что твоя мать шлюха, ее на трассе ебали. Что, простите? Тут написано, что твоя мать шлюха, ее на трассе ебали. Патрак, с тобой хотел поговорить. Поговори. Он не сказал, что мы твоем мать шлюха и ебали на трассе. Ну все, блядь, синие. А у вас, что она на трассе ебал. Все. Субтитры сделал DimaTorzok